Ольга Баталина одна воспитывает пятерых детей, трое из которых школьники. Двое детей учатся в 32-й гимназии. Там проблем с питанием за 9 лет обучения не возникало никогда. Дети всегда кушали бесплатно. А вот в 21-й коррекционной школе, куда ходит средняя дочь Ольги, кормить девочку бесплатно отказались. Мне приходит смс на телефон от учительницы. К сожалению, вас не поставили на бесплатное питание в этом полугодии. Возможно, вас поставят на второе полугодие. Стоимость питания за месяц у младшеклассников превышает полторы тысячи рублей. Возможности оплачивать школьные обеды у Ольги нет. Денег и так едва хватает. С такой же проблемой столкнулись десятки многодетных семей. Четверых детей Алексея Герасимова также отказались бесплатно кормить в школе. В начале года ни одному из них не было предоставлено бесплатное питание. Жена обращалась к директорам школ, в которых они учатся, но результатов никаких не получилось. Потом она решила обратиться в общественный народный фронт. Когда в общественный народный фронт обратилась многодетная семья из Нижнекамска, активисты регионального отделения направили обращение в администрацию города с просьбой разрешить спорную ситуацию. Управление образования Тукаевского района, Нижнекамского района, например, оно же само по своим каналам может запросить в соцзащите информацию по семье Ивановых, Петровых, Сидоровых. И там же предоставляется информация. То есть, если будет нужно, попросят наши семьи предоставить документы, мы с радостью их предоставим. Нам же нетрудно копии, в принципе, сделать. Положительное решение было принято в кратчайшие сроки. Исполком Нижнекамска внес поправки в постановление об организации питания учащихся школ. Раньше мы ставили многодетные семьи, только у которых был прожиточный, то есть доход был ниже прожиточного минимума. Но вот с октября месяца принято решение о том, что все многодетные семьи от четырех и более будут обеспечиваться бесплатным питанием. Теперь же детей из многодетных семей будут обеспечивать бесплатными завтраками и обедами, независимо от величины прожиточного минимума, установленного в республике. Чтобы ребенок питался бесплатно в школе, родителям нужно лишь предоставить документы, подтверждающие статус семьи, как многодетной. Такая система, к слову, действует только в нашем городе. В других этот вопрос решается в индивидуальном порядке для каждой семьи. Всего же в Нижнекамском районе бесплатно питаются свыше трех тысяч детей, включая детей-сирот, инвалидов и малообеспеченных. Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok